В Наташинском парке состоялся забег «Парк Ран», посвященный празднованию Нового года. «Парк Ран» в переводе с английского «бег в парке». За 17 лет, а именно столько проводятся дружеские забеги, это движение привлекло более 6 миллионов человек в 20 странах мира. Забеги проводятся каждую субботу в 9 часов утра в мировом масштабе. Достаточно один раз зарегистрироваться в глобальной системе «Парк Ран» и можно участвовать в стартах по всему миру. У нас сегодня 132-й «Парк Ран» Наташинский. Каждую субботу мы собираемся здесь и участвуем не в соревновании, а в дружеском забеге. То есть это встречи друзей, улыбки. Бегуны собираются для того, чтобы поучаствовать в нашем традиционном мероприятии. В каждой стране мира есть свои особенности «Парк Рана». Но общая разминка перед забегом проводится только в России. В других странах принято разминаться самостоятельно. В забеге, посвященному новогодним праздникам, приняли участие более 50 человек. Среди участников и Алексей Кишенков, который уже более пяти лет бегает по утрам в Наташинском парке, а также является призером различных соревнований. Бегом для того, чтобы получить заряд бодрости, позитива и энергии. Для опытных – возможность обновить свой личный рекорд. Для новичков, таких как Ирина Лукина, «Парк Ран» – это возможность начать регулярно бегать, укреплять свое здоровье. Я пришла на дружескую пробежку, «Парк Ран» называется. Хожу уже сюда второй год или третий, но это не важно. Мне очень нравится. Мне нравится бегать, а как я к нему пришла, даже честно не подскажу. Так получилось. Только по субботам бегаете? Нет, не только по субботам. Теперь еще и с этими же ребятами могу встретиться в любой день и побегать. Каждый участник проходит дистанцию в 5 километров в своем комфортном темпе. Кто-то идет на личный рекорд, кто-то преодолевает расстояние быстрым шагом. Маршрут заранее размечен волонтерами. Результаты фиксируются по штрих-коду и выгружаются в общую базу «Парк Рана». Но поучаствовать можно и без него. Такие дружеские забеги для жителей округа – прежде всего живое общение и новые знакомства. Это не соревнования. Здесь нет победителей и проигравших.